2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Я рад всех приветствовать в это прекрасное утро в Божьем доме. И прежде чем делиться этим словом, которое Бог положил на мое сердце, хочу спросить. Сзади хорошо слышно? Если не хорошо, идите вперед, тут есть места. Подходитесь. Все-таки ближе, лучше слышно. Итак, моя проповедь называется «Когда Бог молчит». И, друзья, я думаю, что каждый человек в этом зале переживал такие моменты, когда молился Господу, но ответа от Бога не было. Я сейчас не буду говорить о том, что мы делаем каждый день, наши повседневные молитвы, потому что, молясь, живя жизнью христианина, мы молимся, иногда мы даже не обращаем внимания на то, что мы просим у Бога. Ответил он, не ответил. Когда это такой процесс нашей жизни христианской, я хочу говорить об особенных нуждах. Об особенных нуждах, которые являются для нас очень важными, и мы молимся за них усиленным образом. Это может быть, кто-то молится за мужа своего, за обращение мужа своего. Это может быть молитва за исцеление. Может быть, кто-то имеет проблемы в бизнесе, партнер его обманул, и он не понимает, почему. Почему так? И стоит, задает Богу вопросы. Что я сделал не так? Почему происходят такие моменты в жизни? Друзья, я скажу, что иногда эти нужды, они могут быть очень и очень серьезные. И на наш взгляд, мы прилаживаем все усилия, мы стоим в проломе за эти нужды, но ответов так и не следует. По непонятным причинам, ответов бывает такое, что ответов нету. Бог молчит. Скажу больше, что можно кто-то молиться даже, может быть, кто-то молится даже на основании Писания, зная то, что говорит Божье Слово. Я процитирую вам текст, это 1 Иоанна 5, 14, 15. Очень часто христиане стоят на этом слове и молятся. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. И если Писание говорит такие слова, то так и должно быть. И на это можно сказать твердо аминь, потому что Слово Божье, оно неизменно. Однако хочу обратить ваше внимание на то, что в этом тексте написано и используется слово «получаем». И в нашем синодальном переводе мы имеем такое восприятие, что если просим по воле Его, то должны вот в данный момент получаем просимое от Его. Но если мы посмотрим оригинал, то в оригинале это значение слова имеет «иметь». И я поэтому сказал, что более корректный перевод был бы «будем иметь просимое от Него». И поэтому, прося даже на основании Священного Писания, мы можем ответы в данный момент и не получить. Мы стоим на слове, но ответ в данный момент может не приходить. Очень часто такие ситуации могут пробуждать в человеке сомнения, а порой даже могут приводить и к разочарованию. Вы согласны? Бывают моменты, когда люди разочаровываются. Порой эти сомнения бывают даже очень серьезного характера. Можно начать думать, что Бог меня не слышит и перестать молиться. Я скажу вам, что это одна из основных причин, почему христиане, переживая такие неудачи в своей молитвенной жизни, перестают молиться Господу. Но также может быть еще более серьезная проблема. Об этой проблеме мало кто говорит и стараются молчать. Но могут возникнуть сомнения, которые нашептывает человеку враг, сомнения, а существует ли Бог. Такие моменты тоже могут быть. Когда ты имеешь острую нужду, ты что-то просишь, ты чего-то ожидаешь, ты понимаешь, что твои чаяния, они соответствуют Божьей воле, нет ответа. Приходит враг, нашептывает, и человек начинает разочаровываться. Человек начинает терять эту связь с Богом. И возникают такие мысли. А существует ли Бог? Я хочу рассказать вам одну историю. Когда мы с моей женой Ириной уверовали, так получилось, что буквально через полтора года мы уже были в полном служении. И свою жизнь мы вообще не представляли без полного служения. Мы понимали, что человек должен служить Богу постоянно. И это было наше стремление, это было наше желание. И чтобы придерживаться этого формата, который был в нашем сердце, мы даже готовы были оставить Одессу и уехать жить в город, ну это ПГТ, 30 тысяч населения в этом городе. Главное, чтобы быть вот в таком полном служении Господу. Ну, в принципе, мы это и сделали, мы уехали. Но когда мы приехали в этот поселок, по непонятным каким-то для нас причинам, все пошло совершенно вот вообще не так, как мы себе представляли. Я не буду описывать всех тех проблем, с которыми мы столкнулись, но скажу, что каждый вечер мы становились на молитву, и у меня и у Иры был вопрос к Богу. Почему так? Мы просили Господа, покажи нам причину, почему происходят такие ситуации. Что мы делаем не так? Может, какой-то грех, может быть, что-то, но мы не понимали, что же такое. Мы знали Писание, мы понимали, что христианин должен терпеть. И каждый вечер мы молились, чтобы Бог дал нам силы в терпении проходить то, то, что мы проходим, но по-любому в наших личных молитвах мы задавали Богу вопрос. Почему же так? Мы не понимали, в нашем сознании было непонятно, как человек, который, в принципе, посвящает себя на служение Богу полностью, готов чем-то жертвовать, помертвовать, оставить, прийти к Богу, служить Ему. А тут проблемы. У нас была какая-то совершенная несостыковка. И мы не понимали, мы вопрошали Бога об этом. Интересно то, что проблемы, вот те, с которыми мы столкнулись, они не были извне. Проблемы были как раз в том полновременном служении, в которое мы приехали. Это не было давление какое-то. Вот проблемы внутри именно служения. И, как я сказал, мы стояли в молитвах постоянно. Мы очень страстно молились, переживали. И легче не становилось. Не становилось. Становилось наоборот. Тяжелее, тяжелее, тяжелее. Через время вот такой напряженной нервной ситуации у моей жены на физическом уровне начались проблемы с сердцем. У нее начался пролап с левого клапана. Ну, такие были эмоции. Но ответа от Бога так и не было. Бог молчал. Мы начали молиться, что, может быть, мы не на своем месте. Но Бог молчал. Так длилось полгода. И я хочу сказать, вообще, это касается кого-то, вот такие ситуации касаются кого-то в этом зале? Или, может, Бог только со мной в моей жизни молчал? Я думаю, но если есть люди, которые поднимают руку, то, значит, не зря я говорю то, что хочу сказать. Друзья, к моей истории мы вернемся, но немножко позже. Сейчас же я хочу о том говорить, как нам надо себя вести в подобных и непростых ситуациях нашей жизни, когда мы усиленно взываем к Богу, но Бог молчит. Я не буду сегодня говорить о причинах молчания Бога. Единственное, я хочу сказать такой основной момент, который мы видим в Священном Писании. Одной из причин молчания Бога, основных, ключевых, это является грех. И вот в книге притчи я выписал несколько местописаний, написано, притчи 28.9. «То уклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость». Или притча 3.32. «Потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведным у Него общение». Если мы в правильном положении перед Богом, как бы не может быть этой стены, о которой говорил Сергей Михайлович, и Бог хочет, чтобы иметь с нами общение, и для этого Ишуа пришел на эту землю, чтобы победить грех, который был преградой между нами. Но бывает время, когда молчание Бога происходит по непонятным причинам. Вот действительно, мы понимаем, мы исследуем свое сердце, мы заглядываем в свою жизнь, мы видим, что у нас нет никакого запинающего греха, который стоит между нами и Богом. Дух Святой нас не обличает, и совесть нас тоже не обличает. Мы совершенно нормально понимаем, мы в правильном положении перед Богом, но Бог молчит. Я хочу с вами прочитать очень интересный пример, он как раз показан в 43-м Псалме. Народ Израиля взывает Господу в стесненных обстоятельствах. Это Псалом 43-й, 10-й, 15-й стих, 14-й стих. Но ныне ты отринул и посравмил нас, и не выходишь с войсками нашими, и обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посравление и поругание живущим вокруг нас. И в такой ситуации интересно, что народ, мы не видим в Псалме, что народ согрешил каким-то грехом перед Богом. Не написано это. Наоборот, в 18-м, 19-м стихе написано, что все это пришло на нас, но мы не забыли тебя, и не нарушили завета твоего, не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Народ в правильном положении, народ понимает, что нет греха между ним и Богом. Читая этот Псалом, вот в этом состоянии, когда нет греха, нет причины Божьего молчания, народ взывает к Богу. И 24-й, 25-й стих говорит, восстань, что спишь, Господи, пробудись не отринь навсегда, для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и утешение наше. Мы видим нормальное положение народа перед Богом, завета не забывают, законы не нарушают, взывают Богу в сестненных обстоятельствах, но Бог не слышит. Бог по непонятным причинам не слышит народа своего. И когда мы читаем весь этот псалм в целом, я взял некоторые стихи, мы видим, что это был процесс, это не была одна молитва, два, это был какой-то определенный период, когда народ взывал к Богу, но Бог молчал, по непонятным причинам Бог не отвечал на зов своего народа. Друзья, я хочу сказать, что когда мы читаем этот псалм, мы видим, что это была непростая молитва, это была страстная молитва израильского народа. И очень интересно то, что в данном псалме как раз и не объясняется, почему Бог не ответил. Мы видим реальность, что бывают моменты, что Бог не отвечает. Но если мы с вами посмотрим на концепцию всего Писания, мы видим, что в отношениях со своим народом, в отношениях с еврейским народом, Бог никогда не опаздывал со своими ответами. Даже если Он молчал или наказывал, это было для них благом. И Бог никогда не оставлял своего народа. Он не оставляет нас, даже если Он молчит. Мы не можем сказать, что Бог если Он не отвечает, что Он нас оставил. Писание показывает, что Бог этого не сделает никогда. Он верен, Он себя не может отречься, Он никогда этого не сделает. Нам очень важно понимать, что Бог просто, вот для нас очень важно, друзья, понимание, что Бог не обязан в принципе отвечать на наши молитвы в то время, которое по нашему мнению является наиважнейшей. Ведь если мы посмотрим, то по сути в отличие от Бога у нас очень ограниченные знания. И если мы считаем, что нам что-то хорошо, это не всегда хорошо для нас. Бог видит всю картину целиком, Он видит нашу жизнь целиком, и Он понимает, что нам нужно. Мы можем думать одно, но Он лучше знает, что нам нужно в данный момент и вообще в нашей жизни. Друзья, я хочу сказать, что если Бог молчит, каждому из нас надо научиться доверять Ему. Очень важный момент в таких ситуациях доверять Господу. И поэтому скажу, первый пункт в моем послании, это надо помнить, что Бог не обязан отвечать на наши молитвы, так как мы это понимаем. Самое правильное, что нам необходимо в периоды, когда Бог молчит, это сконцентрировать наше внимание не на ожидании ответа на нашу молитву, а сконцентрировать наше внимание на самом Господе. Я объясню, что это значит практически. Иногда люди в ожидании ответа от Господа, ожидании ответа на свою молитву, они концентрируются именно на своей нужде. И берут эту нужду и ставят во главе угла своей жизни. Они считают, что если вот это вот важное и я все свои усилия, весь свой зор, все свое стремление, я буду молиться до тех пор, пока Бог не услышит, потому что вот это вот важно в моей жизни. Именно это мне необходимо. И я вот ставлю это на главное место в своей жизни. Но друзья, я скажу, что самое главное в нашей жизни не нужда. самое главное в нашей жизни это сам Бог, который является ответом и источником ответов на все наши нужды. Мы не можем нужду поставить выше Бога. Мы не получим ответов, если нужда стоит выше Бога самого. Если Бог является ответом ответа на нашу нужду, это манипуляция Богом. Нет, мы приходим к Богу и говорим, Боже, Ты источник ответов. Я доверяю Тебе. Я знаю, что Ты знаешь когда лучше, как лучше. И я готов доверять Тебе. Друзья, нам необходимо взирать на Господа, потому что, как я сказал, Он источник наших отмолчания Бога, нам надо размышлять о Нем. Что мы видим в Священном Писании? Что говорит Писание? Писание говорит, нам показывает образ Бога, что Он любящий, что Он верный, Он не изменит своего благоволения к своему творению, потому что Он постоянный. Когда мы понимаем, размышляем о Его качествах, о том, какой Он, вот как раз меняется этот фокус, и Бог становится в центре нашей жизни, Бог становится во главе угла, Бог начинает выходить и приводить нас к правильному пониманию. Смотрите, если мы вспомним с вами историю Ивова, который, как мы видим в Священном Писании, прошел очень непростые испытания в своей жизни, то мы видим, что кульминации этой истории были такие слова, это Иов 42, 5, 6, «Я слышал о тебе слуха муха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахле и пепле». Иов не сказал, «Ура, там, Бог исцелил меня, ушла проказа, все то, что я потерял вернулось». Нет, друзья, Иов увидел Господа. Ну, конечно, мы понимаем, что он не увидел его физически, потому что Бога никто никогда не видел, об этом пишет Писание, но открылись его духовные глаза, и он увидел Бога, какой он есть. Он увидел его, его естество, он увидел его характер, он понял Бога. И это очень интересный момент. И когда вот происходят такие моменты, когда мы видим Бога, когда мы переживаем эту встречу с Богом, когда Он во главе нашего угла, то все вопросы уходят на второй план. Мы понимаем, что рано или поздно Бог ответит, потому что Он такой, Он любящий, Он верный, Он постоянный. Поэтому, друзья, первое понимание в период молчания Бога, это то, что Он не обязан отвечать в тот момент, когда мы желаем и как мы желаем, а надо концентрироваться на самом Боге. Следующее, на что нам необходимо обращать внимание, это то, что существует духовный мир. Очень часто мы чего-то забываем о том, что существует духовный мир, и в этом духовном мире может происходить определенное противостояние. Очень часто мы можем находиться как раз именно в эпицентре этого духовного противостояния. И вот в книге пророка Даниила есть очень интересная история. Мы видим, как Даниил находится в печали и берет трехдневный пост. И что мы видим? Он три недели взывает к Господу, но на протяжении всего этого времени Бог молчит. Бог не отвечает ему. Давайте я вам прочитаю этот текст. Ответ пришел, как мы знаем, только через три недели. Ангел явился Даниилу, и у них был следующий диалог. Это Даниила, 10 глава, 11-14 стих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда же он мне сказал эти слова, я встал с трепетом. Он же сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим. Слова твои услышаны, и я бы пришел по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последнее время, так как видение относится к отдаленным дням. Прекрасный текст, который показывает как раз реальность духовного мира. И то, что мы видим, мы видим, что Бог ответил на молитву Даниила, только ответ задержался. По определенным причинам, показанным в тексте, ответ задержался, потому что служители сатаны, они воспрепятствовали. И только после этого ответ от Бога был донесен Даниилу. Но прошло время, прошло определенное время. Это может происходить и в нашей с вами жизни. И я думаю, что многие проходили такие моменты, когда понимали, что в их жизни есть определенное противостояние. И тут надо как раз иметь духовное разумение, чувствование, чтобы понимать, где мы сейчас находимся. Потому что очень часто наши ответы могут задерживаться именно по этим причинам. И важный также момент, как мы реагируем на такие ситуации. Потому что можно впасть, когда мы не получаем ответ от Бога, опять же, как я говорил, можно впасть в искушение и разочароваться, а можно понять, что в моей жизни идет какое-то противостояние изне, наоборот, укрепиться в молитве и с верою в победу Ишуа пройти этот путь противостояния и получить ответ от Господа. Мы должны понимать и различать моменты духовной брани в нашей жизни. Мы должны понимать моменты духовного давления, чтобы не впадать в разочарование, почему нет ответов, потому что ответы могут не приходить через такие ситуации, через определенный период времени. Поэтому, друзья, второе понимание, которое важно нам в период молчания Бога, это осознание реальности духовного мира, духовного противостояния, которое может оказывать дьявол и его слуги на нас. Также, друзья, нам следует понимать, что в моменты Божьего молчания в нашей жизни могут быть связаны с нашим несогласием на его ответы, на Божьи ответы. Другими словами, мы можем просить что-либо у Бога, и Он нам ответит, но в нашем представлении ответ должен быть совсем другим. Мы приходим к Богу с молитвой, с каким-то пониманием, и у нас уже сформировано, как Он должен нам ответить, каким образом это должно происходить. Я хочу прочитать 2 Коринфянам, 12 глава, 7-9 стих. И чтобы я не перевозносился чрезмерностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не перевозносился. Трижды молил я Господу о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа. Что мы видим? Интереснейший пример. Апостол Павел приходит к Богу молиться, но Бог молчит. Он молится второй раз. Я уверен, что это не было сразу, что это был один день, второй. Не написано, что это один день был и второй. Он говорит, второй раз я просил у Господа. Бог опять намолчит. Апостол Павел молится третий раз, Бог ему отвечает. Причем, честно сказать, я бы такой ответ от Господа не хотел получить. Вы согласны? Не хотелось бы получить. Но что мы видим? Представьте на секундочку, если бы апостол Павел сказал, в Писании написано, ранами его мы исцелились, и поэтому я буду стоять на этом обетовании. Это, наверное, был ответ не от Господа. Но не может мне Бог мой такое сказать. Что бы было тогда? Я думаю, что, возможно, Бог бы проговорил бы ему еще раз. Потому что Бог любящий, и он бы нашел способ сказать ему и убедить его. Но тогда бы мы не знали того Павла, который увековечен на страницах Священного Писания, который доверял Господу, и который умел слышать такие вот ответы. Потому что это пример того, как человек должен быть способным слышать любые ответы от Господа. И вы знаете, друзья, в чем тут проблема? Очень часто мы приходим к Богу, и у каждого из нас уже в голове сформирована такая своя богословская концепция. При этом, знаете, мы имеем понимание, что как Бог должен ответить, когда Он должен ответить. Мы даже можем писание к этому хорошо перелепить пониманием своему. Но для нас важно, чтобы быть способными услышать любой ответ от Господа. Потому что Бог иногда расширяет рамки человеческого понимания. Причем я скажу, что иногда это расширение нашего богословского мышления, оно может происходить и болезненно для нас. Но вопрос, насколько мы готовы и открыты к тому, чтобы услышать Его, чтобы принять то, что Он нам говорит. И когда мы не способны принимать Его ответы, то тогда периоды молчания Бога в нашей жизни могут очень увеличиваться. Потому что Бог уже ответил на нашу нужду, на наш вопрос, но мы не слышим. Мы продолжаем Его вопрошать. Для нас, как детей Божьих, скажу, что очень важно понимать и иметь правильную богословскую концепцию. Мы должны быть наученными. Если мы будем ее иметь, то мы не попадем в капкан обмана и капкан врага. Для этого, друзья, надо быть учениками Мессии. Действительно учениками, которые готовы учиться с первого дня покаяния до конца своих дней. И я скажу вам, что в наше время мы видим множество возможностей. Бог открывает множество возможностей для обучения. У нас в общине есть Божья благодать. Вообще у нас есть МГБи. Это кладь знаний, это кладезь, который поможет нам выйти на уровень отношений с Богом. Это институт международного уровня, который учит еврейскому мышлению, который показывает как основы мессианского служения. И я скажу даже не о словах, а глубины мессианского служения, друзья. и эту возможность грех не использовать в наше время. Бог открывает ворота еще дальше. Можно еще пойти учиться выше. В Польше открывается филиал, где можно получить уже богословское европейское образование и выйти на новый уровень служения Богу, потому что наши с вами знания в совокупности с личными отношениями с Господом, они приносят плод нашему служению. Знания надмивают, когда нет отношений с Ишуа. Но когда есть отношения с Ишуа, знания созидают его тело для того, чтобы Царство Божие распространялось. Мы должны быть с вами образованными, мы должны быть богословски утвержденными в истинах. И тогда мы будем уметь различать периоды молчания. Тогда мы сможем понимать, что происходит в нашей жизни. Тогда мы будем твердо стоять на твердом основании. Как я вам обещал, хочу закончить все-таки историю в моей жизни. Не получив ответа на наши вопросы и засложившиеся обстоятельства в нашей жизни, мы приняли решение, что нам все-таки надо с Ирой уезжать в Одессу. Буду с вами предельно откровенными. Мы были раздавлены. Вот просто. Просто раздавлены. Мы потеряли время, мы потеряли кучу денег, мы потеряли ребенка на шестом месяце беременности. для нас это был, мы были полностью просто как будто про нас проехался каток. И Бог молчал. Бог молчал и не отвечал на наши молитвы, почему так произошло. И вот когда мы уже собрались уезжать, произошло событие, которое я верю, что изменило мою жизнь, изменило мое мышление. получается, что нам надо было продать машину. Мы уже были готовы уехать очень быстро, нам надо было выйти. И надо было нам продать машину. В субботу базар, надо ехать, мы уже готовы были и субботу нарушить, только чтобы убежать оттуда. Вот такое состояние было. И в пятницу утром я заводить машину, а машина не работает. Она работает, но работает два цилиндра всего лишь. Ее вот так вот кидает, вообще она дымит, коптит. Я еду к мастеру, к одному из мастеров этого ПГТ, ко второму, потом к третьему, им там всего три было. Вот третий самый грамотный говорит, надо двигатель разбирать. Это проблема двигателя. И я понимаю, что если разбирать двигатель, то это надолго. я не мог согласиться с таким ходом событий. Я говорю, поехали в столицу этого государства, в серьезную фирму. В общем, мы на этих двух цилиндрах едем, эта машина кидает, 30 километров в час мы едем. И тут Бог начинает со мной разговор. Вы знаете, я скажу, то, что происходило, я переживал всего лишь два раза в жизни, потому что это был действительно прямой разговор с Богом. И Бог говорит мне, говорит, Олег, вот ты задаешь мне вопросы, почему, от чего, может что-то неправильно. Я скажу тебе больше, в своем сердце ты сомневаешься и даже задаешь мне вопросы, а существую ли я. И я буду с вами откровением, что у меня были такое в сердце. Я не понимал, я посвятил свою жизнь на служение Богу. Я оставил город, уехал в деревню, продал здесь квартиру, а все рушится. Я взываю полгода, Бог молчит. Я потерял ребенка, а Бог молчит. И я не верил на тот момент. Я действительно не верил. И знаете, как Бог решил вопрос моего неверия? Он говорит, Олег, останови машину. Я остановился, и рассмотрит меня, трусит. Бог говорит, я докажу тебе, что я есть. Заклуши ее, и заведи, она у тебя будет работать нормально. Я говорю, Ира, со мной говорил Бог. Он говорит мне, сделай то-то, то-то. Она говорит, вижу, что говорил с тобой Бог. Вижу, тебя подкидывает вот там так очень серьезно. Мы помолились, я завожу машину, она работает совершенно идеально. Я полчаса не мог ехать. Полчаса я приходил в себя после этого состояния. Мы поехали на базар, в первый базар первый человек подошел, мы продали эту машину. Причем, чтобы вам сказать, я расскажу вам больше, машина была оформлена на предприятие. и чтобы переснять ее с предприятия, надо было ждать понедельника. Человек говорит, нате вам деньги, я сам сниму, не надо мне ее снимать, я сам решу с вашим предприятием, я хочу эту машину. И без переоформления мы в этот день уезжаем в Одессу. Друзья, очень интересная история, но знаете что, что Бог ответил не так, как я себе представлял. Совершенно, я совершенно по-другому представлял ответы на свою молитву. Он показал, что он участвует, вот явно показал, что он участвует в моей жизни. И я понял, что это не было давление сатаны, потому что мы с Ирой там думали, что вначале давление, мы там связывали, молились, потом поняли, что нет, потом опять думали, что так. Он показал, что это не было давление сатаны, он показал, что это его работа с моим сердцем. Мы поняли, что этот период молчания Бога, он настолько утвердил меня в его реальности, что после того периода в моем сердце никогда не возникало сомнений в том, что он существует. Никогда. И это для меня было высшим благом, потому что до этого я допускал такое. Подходя к концу своей проповеди, друзья, хочу сказать, что, конечно же, Бог в большей степени отвечает на наши молитвы. Я думаю, что здесь много людей есть, которые могут встать и до вечера, и до утра свидетельствовать о том, как Бог отвечает на молитвы наши. Даже на серьезные такие молитвы, серьезные ситуации, но бывают по-любому периоды, когда Бог молчит в нашей жизни. Бывают они. И если у нас, друзья, таких периодов нету, подойдите ко мне после собрания, я с вами поговорю, потому что они должны быть. Потому что сам Бог допускает эти периоды. Сам Бог хочет, Он хочет нас взрастить. Он хочет нас провести, чтобы мы духовно открепли, и поэтому на время Он забирает свою руку от нас. Чтобы мы возросли, чтобы мы воззвали, чтобы мы взыскали Его, чтобы Он стал во главе угла нашей жизни. Но, друзья, скажу, что когда мы приходим, проходим эти периоды молчания, нам надо помнить три простых направления. Во-первых, Бог не обязан отвечать на наши молитвы, так как мы этого желаем. И когда мы это желаем? Второе, мы должны понимать о существовании духовного мира и духовного противостояния. И заглядывать в свое сердце, в обстоятельства своей жизни, чтобы понимать, может быть, мы находимся в таком периоде. Если не понимаешь, иди к служителям, консультируйся, проводи время и разберись с этим вопросом. Третье понимание, которое мы должны с вами иметь, это то, что Бог может ответить не так, как мы себе это представляем. Бог может ответить совсем по-другому, друзья. Эти три направления помогут нам в периоды молчания Бога. Эти три направления помогут нам, чтобы духовно расти, чтобы утверждаться в Боге, чтобы взирать на Ишуа, потому что во всем этом самое важное это то, что когда мы приходим в такой период, взглянуть на крест Голгофы, где было совершено наше спасение, в конце концов все не важно. Важно то, что совершено было там. Я не хочу разделить нашу духовную жизнь повседневную для нас важны наши родные, для нас важны наши бизнесы, для нас важны наше тело, наше здоровье. Важно. И мы хотим получить этот ответ от Бога. Но самое важное, чтобы нас взор был, направлен на Ирешуа. Потому что Он источник ответов. И я верю, что Бог, проводя нас через моменты Бога молчания, дает нам лучшее. Потому что Он знает, что для нас лучшее. Я хочу, друзья, чтобы мы помолились с вами, чтобы мы были способны ждать, способны делать правильные шаги. Вы не против? Ави Нуша Башимая, Небесный Отец, Святый, спасибо Тебе за то, что Ты Бог верный и Бог благой. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты никогда не опаздываешь, когда мы взываем к Тебе. Боже, иногда Ты допускаешь эти моменты, когда мы не слышим ответов от Тебя, но я прошу Тебя, Бог мой, чтобы Ты помог нам проходить такие ситуации, чтобы Ты помог нам взирать на Тебя, чтобы в нашем сердце не могло явиться разочарование в Тебе, чтобы в нашем сердце не могло явиться сомнение, Господи, но чтобы мы всецело доверяли Тебе. Спасибо Тебе, драгоценный наш Машех, за то, что на кресте Голгофы Ты даровал нам надежду и веру. И когда мы проходим эти периоды, мы можем взирать на Тебя, умершего и воскресшего, живого и истинного, и Ты есть залог нашей жизни, Ты есть Тот, кто отвечает на наши молитвы, и мы благодарим Тебя. Взирая на Тебя, мы никогда не приткнемся, взирая на Тебя, мы никогда не отпадем, взирая на Тебя, мы дождемся ответов от Тебя. Мы благодарим Тебя за это, благословляем имя Твое. бешем ишем ишем ашххейн Амэн. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. израэль израэль Тебя